Ричи МакКоу Я думаю, он поменялся очень сильно. Стоит посмотреть на записи времен, когда я только начинал играть. Были определенные правила, которые ограничивали регбистов. Сегодня их уже не существует и намного снисходительнее судится, например, на ногах ли ты был в момент контакта или завалился после того, как схватился за мяч. Решение 50 на 50. И это здорово, ведь сейчас брейкдауны превратились в настоящий соревновательный момент. Все очень жадно борются в раке, чаще до его формирования. Борьба включает в себя агрессивную защиту. Я хочу поговорить о парочке ситуаций на поле с участием твоей команды. Вот вы получили мяч. Рид принял его, пожонглировал и ушел на землю. Защитники вдвоем в зоне захвата, но еще не на мяче. О чем ты думал в этот момент? В первую очередь я подумал, что немного отстал, так что я беспокоился о технике. Как занять хорошую позицию, поэтому я сразу понял, что мне нужно приблизиться как можно скорее. И как только я оказался там, нужно было выигрывать борьбу плеч. Так что мне повезло, соперник не занял хорошую позицию, возможно, вингер ему не помогал, а я успел войти под него, снести и избавиться. А теперь я хочу продемонстрировать другую ситуацию, которую мы очень часто наблюдаем в суперрегби. Посмотрите, насколько хорош в отборе попкок. Что ты делаешь, когда такой соперник занимает выгодную позицию? Да, посмотрите, в этом случае он занял правильную позицию и убрать его очень сложно. Он очень хороший в этом, очень силен. Самый лучший вариант не дать ему приблизиться к мячу. Ну а если он уже там, у вас не так много вариантов. Нам лучше разобрать эту ситуацию наглядно. Давай, я буду повторять за тобой. Итак, Киран Рид атакует, уходит на землю, занимает вот такую позицию. А я буду Генри Спейтом. Я еще не успел достаточно приблизиться к мячу, но я угроза для тебя. Вот на что я смотрю. Мне необходимо выиграть борьбу плеч. Я не смотрю на игрока с мячом, я смотрю, куда расположение твоего тела позволит мне войти. Моя цель — войти плечом ниже твоего плеча и убрать тебя. Вот так ты почистил рак. Но если бы я смотрел на мяч и на лежащего игрока, то пошел бы на кровать и проиграл бы борьбу, а ты успел бы к мячу. Так, а теперь рассмотрим второй сценарий. Покок занял превосходную позицию и уже почти контролирует мяч. Такие моменты мы часто наблюдаем в противостояниях. Сколько существует вариантов развития и как бы ты чистил рак, когда такой сильный соперник, как Покок, над мячом? Когда он уже в такой позиции, очень сложно выиграть борьбу плеч. Мне пришлось бы уйти слишком низко под него. Поэтому я бы обхватил его вот так. Видите, мне сложно его столкнуть. Поэтому в такой ситуации единственная возможность — убрать его с мяча, убрать в сторону или перекрутить в бок через себя. Итак, продемонстрирую еще раз. Нужно как бы обнять его и перекрутить. Да, именно так. Когда я проиграл борьбу плеч, я прохожу плечевой пояс, обхватываю плотно обеими руками и пытаюсь сместить или перекрутить через себя в сторону соперника. В игре это не совсем так, но сейчас мы показываем не в полную силу. Итак, мы рассмотрели два разных сценария, когда ты за атакующую команду. Теперь посмотрим, как ты действуешь в защите. Обратите внимание на мониторы. Оуэн Фрэнкс делает захват, ты подходишь первым. О чем ты думаешь в эту секунду? Первое, конечно, не стоит идти помогать с захватом. Я окажусь в положении вне игры после. От меня не требуется помощь в контроле этого захвата. В этом случае я попытаюсь нырнуть туда. Я смотрю на пространство между игроком поддержки и игроком с мячом. Если пространство свободно достаточно, то я заберу мяч. Если нет, то, скорее всего, оставлю момент. Очевидно, эпизод был проигран. А теперь быстро пробежимся по последнему сценарию. Когда ты делаешь захват, или ты второй прибывающий игрок и борешься за мяч. Есть ли какие-то секреты? Как по мне, то захват гораздо проще делать или действовать после него. Ведь именно ты контролируешь ситуацию. Если захват не завершен, нужно как можно быстрее вернуться на ноги и, если есть возможность, побороться за мяч или быстро вернуться в линию защиты. Когда у атакующего игрока запаздывает поддержка, ты просто забираешь мяч. Очень важно правильно морально настроиться и рассчитать ситуацию. Главное – доминировать при контакте, правильно выполнить захват. Если я прибывающий игрок, нужно рассчитать момент. Например, если Джефф начал убегать от меня, а я делаю захват в ноги, это хорошая возможность, ведь он, скорее всего, будет изолирован от партнеров. Все, что требуется, сделать мощный захват, быстро вернуться на ноги, ведь его поддержка может запаздывать. При таком захвате я, может, и не буду номинировать, но успею быстро встать на ноги. И напоследок, давай разберем последний сценарий развития ситуации, чтобы показать всем, как ты занимаешь сильную позицию при отборе мяча. Джефф будет на земле. Как располагать ноги, чтобы выиграть мяч? Итак, я первым прибываю к месту захвата. Оцениваю ситуацию, вижу пространство между собой и поддержкой. Все на пользу мне. Я вижу мяч и успеваю к нему. Для меня удобно расставить широко ноги и крепко опереться на них. И как нам великолепно продемонстрировал Покок, нужно постараться занять более выигрышную позицию. Если я буду просто тянуться руками, я легко проиграю борьбу плеч, и меня почистят. Поэтому я хочу как можно ниже нагнуться, согнуть колени и потом хватать мяч. Так что соперник, если будет чистить рак, то пролетит сверху меня. Это идеальный вариант. Давай, Джефф, поднимайся. Вот мы и стали свидетелями пятиминутного мастер-класса по брейкдаунам от настоящего зверя в своем деле, капитана All Blacks Ричи МакКоу. Спасибо. Спасибо.